Владимир Путин, вот сейчас спустя 8 месяцев, больше 8 месяцев, вы для себя нашли ответ, почему вообще пошёл на это вторжение? Потому что многие, даже из тех, кто давно, скажем так, изучает Владимира Путина, это было неожиданностью. Но всё-таки Путин про шантаж, про напугать, а тут действительно полномасштабное вторжение. Вы сейчас понимаете, объясняете себе, почему он на это пошёл? Мы действительно до конца не знаем. Я попробую вам рассказать то, как я об этом думаю. В 2014 году Владимир Путин пошёл на аннексию Крыма с тем, чтобы поправить ситуацию с своим рейтингом. Рейтинг Путина был на высоком уровне в 2008 году. После кризиса экономика восстановилась, но перестала расти. Путинская модель управления государством разрушила российский экономический рост до конца к 2013 году. Уже в 2013 году темпы роста были низкими. И рейтинг Путина в полном соответствии с законами такого рода режима снизился до уровня, где он находится примерно сейчас, 60%. Если смотреть на график опросов Левады, он был 80%, снизился до 60%. Путин напал на Украину в 2014 году. Эта война прошла очень быстро. Популярность Путина выросла до 90%. И это научило Путина тому, что у него есть такая волшебная палочка. Что российские граждане, которые учили историю по советским учебникам, считают, что это хорошая идея присоединить чью-то территорию. Рано или поздно этот туман рассеется. И мы видели, что он на самом деле к 2018 году начал рассеиваться, в том числе и вашими усилиями. Усилиями команды ФБК, усилиями YouTube-канала Алексея Навального, который собирал миллионные аудитории и разрушал эффект путинской пропаганды. Большой удар нанес себе Путин своей так называемой пенсионной реформой. Но в целом я бы сказал, что просто граждане стали задавать вопрос. Окей, у нас есть Крым, а где наши пенсии, где наши доходы? Почему наши доходы по-прежнему на 10% ниже, чем они были в 2013 году? И Путину все сложнее и сложнее было отвечать на эти вопросы. Отдельная история. Это 2020 год. Опять-таки история про то, что Путин во время пандемии не стал помогать людям. В то время, как Алексей Навальный со своей программой «Пять шагов» сказал, у нас есть деньги, мы их возьмем вот здесь. Дадим людям, страдающим от пандемии, столько-то, столько-то денег. Это тоже был удар по рейтингу Путина. В то время, летом 2020 года, рейтинг Путина был на исторически низких уровнях. Даже были месяцы, когда он был ниже, чем 60%. И, соответственно, Путину нужно что-то было с этим делать. Он отравил Алексея Навального, посадил его в тюрьму, но доходы от этого не выросли. И, опять-таки, то, что вы делаете, продолжая рассказывать российскому населению, это очень важно. Вы рассказываете российскому населению, почему доходы не растут. И, соответственно, Путину нужен был новый Крым. Он думал, сейчас я нападу на Киев, за одну неделю сменю в Киеве правительство, и мой рейтинг опять вырастет до 90%. Соответственно, вот эта проблема, это та проблема, которую он пытался решить. Некоторые люди говорят, что если вы сидите в изоляции два года, как Путин, то у вас начинаются, у вас по-другому рассоединяются нейроны в голове. Я слышал такую историю. Но, в целом, история очень простая. Путин недооценил сопротивление украинцев, Путин переоценил качество своей армии, Путин недооценил единство и решимость Запада. В том числе и потому, что произошло летом 2021 года в Афганистане. Да, это был тоже важный сигнал, что Запад не обязательно является таким сильным, каким он был раньше. И вот эти ошибки Путина, они привели к тому, что он подумал, что это будет еще один 2014 год. И вот он сделал такую ошибку. Диктаторы делают ошибки ровно потому, что у них нет обратной связи, нет критически настроенных советников, нет политической оппозиции, которая критикует их и вскрывает коррупцию в армии. И все эти проблемы, которые Путин создал своими руками, он уничтожил независимые СМИ, он уничтожил гражданское общество России, он создал систему, в которой он окружен людьми, которые говорят ему, какой он великий. Вот, соответственно, из этого и взялась ошибка. Это вот спасибо, что вы свою версию сказали. Говоря про Путина, все сейчас отмечают, как трансформировался его режим в плане окружения его меняется, некоторые выходят на первые роли, люди, которые раньше такими не являлись. Спикеры Пригожин сейчас кажутся чуть ли не самым влиятельным человеком после Путина в стране. Вас удивляет то, что происходит внутри российской политической системы? Кажется, что это, конечно, болото, но какие-то противостания там буквально очевидны, когда критикуют Шойгу в открытую, что было раньше невозможно сделать. И сегодня в ЦИОМ публикует рейтинги. И впервые за всю историю наблюдений Шойгу имеет антирейтинг выше, чем популярность. И его популярность сейчас, он даже там не в топ-3 российских политиков. Вот это вас удивляет? Вы наблюдаете за тем, что происходит внутри политической системы? Это меня не удивляет. Российская политическая система изменилась в первую неделю войны. Вот я написал книгу, и мой издатель говорит мне, что где бы ты ни выступал, тебе нужно про свою книгу что-нибудь сказать. Поэтому говорю, что мы написали с Дэном Тридзманом книгу «Спин-диктаторы». Могу теперь сказать, что будет русский перевод, в том числе и бумажный в России, и цифровой за пределами России. В этой книге мы описываем режимы, которые основаны, как вы правильно говорите, на шантаже, на вранье, на манипуляции информацией. И таким был режим Владимира Путина до нынешнего года. Когда мы закончили этот манускрипт, мы написали, это была весна 21-го года, мы написали, что режим Путина, видимо, меняется и возвращается назад во времени к старой диктатуре, к диктатуре, основанной на репрессии и страхе. И, к счастью, мы успели написать, что нам кажется, что вероятность этого существует. Но главное изменение сути режима произошло в первой неделе войны, когда выяснилось, что это не 14-й год, что это большая война, которая будет длиться долго. Украинцы не собираются сдаваться. Спасибо, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжали свою работу, нам нужна ваша поддержка. Оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с Путиным. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok